снова здорово дамы господа на связи романы канал фрисан games мы продолжаем с вами катать колечко значит сегодня план действий каков продвигаемся сюда до пещеры посмотрим что это такое и наверное возвращаемся к сюжетке потому что акцентирует внимание на то что надо типов сюжет продолжать вот это все я просто хотел подготовиться как-то к сюжету да то есть немножко подкачаться хотя с другой стороны можно так-то и перекачаться учитывая мои странные похождения туда им сюды но в любом случае вулканово поместье например для меня очень тяжелое то есть не знаю как мне сохранить баланс между прийти подходящем уровне прокачки то есть не сильно слабым но и не прийти перекачанным поэтому наверное мы сразу пойдем в рэнни крайне точнее возьмем у нее квест и непосредственно пока будем его проходить то в любом случае подкачаемся малеха так я там вижу рыцаря какого-то ой-ой это плохо сволота и куда это подъем не-не-не-не-не подожди 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 стой идем по плану идем по плану не надо не надо мне сюда никуда нет все с надей дойдем до конца там потом посмотрим разберемся потому что блин у меня сейчас опять получится как обычно я на обещаю что пойдем туда будем делать то в итоге вообще в третьем направлении свалим у меня часто такая херня происходит ну хочу поделать стабильность это вообще я это все про меня а сколько у меня 7 очек нульс семян нульс хреново теперь одно семечко точно будет не раздавите меня ох нихера кузнечный камень номер пять не дать не взять ну допустим благодать это конечно здорово весело прикольно давай посмотрим чё по верхам что нам здесь игра приготовила ну это мы уже практически а я не могу карту открывать пока весь юная лестница да это мы уже пришли ой так что такое жижа это жижа не это не жижа это маленькая осьминожка жижа она как бы тебе сказать у нее сопротивление такое достаточно хорошее шахтеры погоди это я тут кузнечные камни могу себе пособирать что ли зри лестница так это лестница наш кудесница есть бляха пацаны то крепкие кузнечный камень 4 слушай ну это неплохо 4 кузнечный камень то ну почему неплохо потому что ну бляха это это не первый это уже хорошо впереди яд да насрать блять вот эти сволоты маленькие да уйди ты да уйди ты я на этот кровавый удар иногда слишком это слишком сильно рассчитываю а где тут этот яд его ждал надо а а все я вижу эти ловушки да уже не вижу ну вот там видел вот стоят такие кругленькие с шипами а а а а а ух ты траванули на самом деле не страшно неприятно конечно но не страшно ладно допустим здесь ничего поехали вниз а поехали наверх тогда ладно болтал а чё так высоко тихая стелс тихая стелс треснувший кристалл золотая руна нулях а потому и не попал это что это что такое ох ни хера себе а у дяди огнемет а да ну прекрати серьезно серьезно не 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 сволото дико нулях а вот огнеметок то больно так тихо 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 да отравда у меня же так было полная травах а 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 ну это типо вот кристаллической шахты в которой мы уже были подожди подожди а это черти ведь живые а а а а а а а а сидят ждут сволото ух ты дуга а кукри или кукри Озеро не требуется Цветок, озеро Цветок, озеро Не знаю, цветок или озеро Но я тут поставлю вот такую метку Типа растения Не, ну мало ли Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Пронесло Взрыв неожиданно, согласен Так, усыпанный руинами обрыв Ага Здесь определенно стоит отдохнуть Чтобы хотя бы излечиться От отравлений и от прочей хероты Ну и фляги пополнить, конечно же А здесь у меня что стоит? Значительно уменьшают урон Временно восстанавливают то зе Давай, наверное, вот так возьмём Так, это пока оставим На всякий пожарный А что я там взял? А! Временно позволяет не тратить ОК Не могу сказать, кстати, что это плохо Что там было? А, послание Послание я не буду читать Тихо, я стелс Хер, я его Пришат Ты тихо-тихо Не сбрось меня Что ты себе позволяешь Сволота Скотина, тварь Ага Я вижу там Валяха Допустим Кто? охренеть да тут целый город твою что мать а конь тут есть а коня тут нет кузнечный камень мрака номер три пригодится бляха наверное вот так лучше да я опять наверное не туда зашел да отступился немножко от планов хотя вроде как вроде и туда по месту назначения только высота другая там должно было быть внизу я здесь могу кого-то призвать и сейчас видимо будет жарко давай сразу сделаем потому что ну его нафиг пацаны за мной бляха это это гарпи су ох тыс бляха у меня с этими гарпиями натуральная проблема они нормально тихо ты акун в смысле куда пацаны вы чё типа забомбили всех врагов и они свинтили нет я слышу где еще одна поет это еще не все пацаны вы зря кинули меня самом деле я бы тоже себя кинул бесполезное создание ну полезли наверх но где-то она точно пойдет я прям вот слышу так я не пойду туда прыгать там наверняка ничего нет а 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 посевоньки не ну четвертыми кузнечными камешками мы тут нормально разжились и поют же бляха красиво а а пацаны вперед из песни да ну куда ты ептель а а а я стелс ооо ни хера она еще и магией колдует золотая руна номер 6 золотая руна 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 золотая руна 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 руническая дуга так ладно здесь есть подъем типа лифт а потерянный ой потерянный пепел войны это хорошо это я могу сделать дубликат пепла войны главный вопрос только какой пепел мне задублировать у меня по идее кровавый удар и там и сям про морозный топот мне еще говорили что типа он неплох он хорош но его не обязательно вставлять почему потому что у нас есть топор с морозным топотом опять же я на катанах а если я возьму топор тогда у меня не получится парные атаки проводить слышали банек свой спрячь сука хлебальницу ну какая съела же меня все-таки падла от падла сожрала собака дикая тварь я не рассчитывал на это если честно о это же мне опять за не о это же опять через всех гарпи бежал я не хочу а придется блин я до этого с этим осьминогом вроде как-то только на коняшке сражался а тут в рукопашную и кстати по моему щупальцу отрезал нахер куда улетел другалек здорово блин а если я чисто пробегу они же не побегут за мой прям толпой толпой вспомни они летающие но они летают во первых не на любую высоту и во вторых не на любую дистанцию то есть я могу просто здесь чисто пробежаться и послать их собственно говоря кирам да блять я бы залез но там было кровавое пятно и его я вместо взобраться прочитал кровавое пятно просмотрел видишь они не могут на любую высоту забираться то есть у них есть ограничения несмотря на то что они летающие и у них есть крылья толку не от первого не от второго как бы никакого здесь надо осторожно а наверху я все-таки вызову волков пусть они отвлекают пока я схожу к этому осьминогу так осьминога у меня здесь здесь еще две певички бляха на конь бы тут не помешал главное не на е а чё она не вырубается изогнутый меч бога змеи хорошо так погоди а чё за изогнутый меч как он выглядит как же он выглядит ага вот физическое д д то есть а в чем прикол д с удар с разворох ты излюбленный прием ловких воинов наносите врагам быстрые рубящие удары с разворота вы также можете провести дополнительную атаку слушай на выглядит он это устрашающе не на самом деле хуй и так конечно полная но по хорошему счету dark souls вырил дал элден ринг такие игры которые можно пройти при должном при должной сноровке при должном навыке то в принципе даже навозом пляха то есть можно даже бежит без оружия кулаками то чем угодно можно пройти всю игру целиком и люди это уже доказывали и проходили и не раз так пацаны в бой ага 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 а чё в меня то чё в меня то чё в меня то я вас уже убивал один раз второй раз не буду там разбирайтесь сами с моими песиками а вот и вход проход кстати между прочим давай присяду отдохну ну его нахер так все я сел отдохнул я знаешь что я еще забыл сделать теперь отдыхаем скоротать время до полудня вот дебаф вот этот снять который уменьшает максимальное количество узел все я его снял да я его снял допустим я здесь я вообще не подел а это типа проход в эту локацию а то типа босс а еблась это что вообще магмовый змей макар 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 ебать ты что себе позволяешь макар макар макарыч ебать макар чугунит для макарыч просто идет и просто сжигает все на своем пути макарыч перестань макарыч прекрати ибо макарыч ты гонишь конечно да макарыч я ж не вижу нихуя да что ты творишь я кнопки перепутал неудобно и тут у камера получается прицел ему на голову наводится я постоянно куда-то туда и мне это очень неудобно но ничего я его сейчас уделаю мне надо было понять что за макар вообще а где макар пози макар у тебя есть другу а у тебя есть другой прицел можно не только в голову еще и в жопу ему целится слушай ну он в принципе не особо стойки кровотечению и валяха валяха макар искакал Сейчас, Макарыч, психанет и на задние лапы встанет. О, я тебе говорю, психанет. Да, Макарыч, не начинай. Что-то у меня с выносливостью, что-то выносливости мне перестало хватать. Макарыч, нет! Фу, Макарыч! Бляха, тут тупик. Макарыч? Это Макарыч с волотом. С волотой ты, Макарыч! Вот это, кстати, нечестно сейчас было. Сказал же, убью, сука. Чешуйчатый меч магмового змея. Драконье сердце. Еще одно. Так, чешуйчатый меч. Вот он, Ан. Ну, огнем лупит, это понятно. Особый навык магмовая гильотина. Возьмите чешуйчатый меч двумя руками, как если бы червь держал его в пасте. Затем прыгните вперед и ударьте озим, вызвав взрыв магмы. Используйте навык повторно, чтобы провести рубящую атаку. Хорошо. Обязательно когда-нибудь сделаю. Но не я, и не сегодня, и вообще не в этой жизни, и не с этим мечом. Бляха, не, ну Макарыч, конечно... Бляха, это надо было его Макар назвать. Не, я не против абсолютно. И имя прикольное, и сам Макарыч, конечно, красавчик. А уровень я могу взять? Уровень хочу. Ну да, могу, кстати, Вера. Взял. А сколько мне ее вообще, в принципе-то, надо по-хорошему? Вера, 24. Ну ебаная. Не, ну это сильно. Куда я иду? Не, ну куда-то же я иду. Я даже не знаю, сюжетно это не... Ну, по идее, должно быть сюжетно. Но с другой стороны, ни одна благодать мне не говорит идти сюда. Плато Альтус. Подожди, Плато Альтус. Так, а я же на Плато Альтус забирался... Через медальон Дектруса или Декруса, как он там назывался? Типа, сюда два подъема есть, или как? Типа, сюда два подъема есть, или как? Вот, великий подъемник Дектуса. Не, ну волки здесь такие же слабые, как и везде. Священный Порядок. Выглядит заманчиво. Техника Рыцаря Ильяна, защищающих Золотой Порядок. Поприветствуйте противника и напитайте свое оружие святостью. Навык крайне эффективен против живых покойников. Ну я с мертвецами вообще редко так-то сражаюсь. Эта статуя мне на катакомбы указывает. Че за храм? Вляха! Руины парфюмера? Погоди, ты свой или чужой? А, ты чужой. Они кастуют на себя щит, который я умею кастовать из чародейской фляги. Типа, одну атаку в пид... Ух ты ж ебать! А это парфюмер, наверное. Прекрати. Одеяние убийцы знамений? Это где это вообще? Ага. Не, ну хуже во всем, только легче. Такой, главное, выскочил. Давай на меня дышать своим перегарищем. Парфюмер, блядь. Цветульки еще всякие разные. Блакончики. О, сокровища, подожди. Справочник парфюмера. Так, все, ща духи будем херачить налево и... А, создать я пока не могу, потому что меня тут типа бьют. Еще один флакон. Справочники у нас где-то... Где-то же были... В лях, а где справочники лежат? Во! Искрящийся аромат, бодрящий аромат. Сейчас ароматы. Цветок альтуса, наверное, необходим для вот этого всего. Так, ароматы. Рассеивает искры по большой площади. Повышает силу атаки союзников и один раз снижает получаемый урон. Вот это, кстати, прикольная вещь, если честно. Но что я тут делаю? Пормально это тупик. То есть это... Ага, это просто тут чисто пройтись можно? Как раз таки до этой лаборатории парфюмера. Храма парфюмера. Какое слово-то тяжелое? Парфюмера. Парфюм. Ебать, сейчас как упаду. Цветы, конечно, тут вонючие. Распыляют все без остановки. Как это? Подбери, пожалуйста. Спасибо. Ну это катакомбом. Давай я сразу активирую, конечно. Кто-то сидит. Ага, увидел. Так, это враг? Блядь, это враг. Не, ну если это враг, то я тогда стелс. Вот и все. Враг называется. Видел я врагов и пострашнее, и посильнее, и покрасивее. И всяких разных вообще видал врагов. Так что враг-то ты такой себе, если честно. С очень маленькой буквы В. Черепушки. В смысле черепашки. Цветочечки. Это обратно к парфюмеру. Ну это тупиковые локации, я понял. Здесь чисто локация до парфюмера сгоняется. Пещера мудреца. Интересно. А может не такая уж эта пиковая. Че у меня? Девять. Пойдем. Девять тысяч, девять фляг. Так. Ты живое? А обратно встанешь? Вляха встанешь. Не люблю то, что вот по два раза приходится долбить. Довольно странно. Вот так вот просто потерянный пепел войны? Что? То есть мы толком никого не побили? И нам дают потерянный пепел войны? Бляха, это... Это довольно непростая вещичка. Она не так часто встречается. Я застрял. Я не могу. Я не могу выйти. Охренеть. Вы че, пацаны, а если б я сдох? А в каком направлении-то мне двигаться? И туда, и туда можно пройти? Не, подожди. Тут много пацанов. Я боюсь, они бьют страшно. Да ну нихера себе. А че за пещера с сокровищем? Ну, лапка-то это такое себе мероприятие, конечно. Чёрный капюшон. Каплевидный щит древа свечи. Личинка бабочки. Ну, красиво, конечно, но... Не, на халяву ладно. Хотя здесь меня чуть не убили за это. Баттон здоровый с топором стоит. Есть! Есть! да ты сдохни а это что стоит кого ждет по моему на дверь смотрит да смотри стоят на дверь смотрит очевидно ключ ой тут еще можно углубиться так что это за пещера с такими бесконечными сокровищами то когти хищника да иди я случайно так 80 94 83 37 расход тока но они прям совсем легенькие навык от шаг навык который ценится ловкими войнами сделайте быстрый шаг влево или вправо это позволит вам кружить вокруг выбранной цель так хочу подожди отчет я пуст не на я понял их тирата конечно полно а ну типа пусть будет туда можно сюда можно там еще одна тайная тропа сто процентов черная перья хищника костяная маска бляха как она охеренно выглядит я хочу ее хотя если честно не так уж то я охеренно где ваши перья хищника что намного хуже намного хуже опа впереди любовник отсутствует да это понятно это то что типа он меня не от имеют или и или что ха убийца из черных ножей есть получается там проход и здесь по а а тихо где он хорош слушай ну задумка с невидимым с невидимым врагом фактически невидимым это так то моё почти вот это интересно конечно эти его дурочки быстренько обнаружили но кто-то же должен был где это вуаль что она дает вот это не магия это не пепел оружие сомневаюсь вляха что это делать владельца невидимым для врагов вдалеке полностью скрывает присутствие владельца когда тот кроется вдали от врагов ну бляханут неинтересно ну блин серьезно к началу не я не хочу к началу там есть тут еще один босс есть но только минус что у меня больше маны нет то есть я волков второй раз призвать не могу его и фляг у меня только три осталось блин обида некромант костяну улитку призвал ладно хуйня ваш некромант а главы семейства что главы семейства это ключ главы семейства главы семейства что талисман ключ что 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 главы семейства для игра ты меня напрягаешь конечно посох это посох хуй там это меч блять что-то такое что-то главы семейства что главы семейства но здесь точно нет определенно нет талисманах нет штаны руки тело голова типа щит типа стрелы типа лук посохи мечи всякие разные а вот нашел семейная злоба медные головы мягко ударяются друг от друга и призывает мстительных духов преследующих врагов страдания погибшей женщины и и детей заставляют врагов трепетать от гнева че за хуи то погоди еще разок надо на ком-нибудь испробовать цветочек аленькой но черепашки я точно не могу это сделать а а а а а Хууууууууууууууууууууето. Не, ну может и нет Ну, да Вот вообще не понял приколдеса Что она на растении не работает О, сидит, сидит Смотри, тварь, какая сидит Ебать вас тут двое Слышь, лапу свой убери Каратист, блядь, без карате Ой, тут что-то прячут Ага Больно, больно В воздухе зарубил свинью, прикинь Вот это я мужик Вот это я могу, умею, практикую Раз в сутки получается нечто прикольное Спит Он просто тупо спит Хотя с другой стороны А почему бы ему и не поспать Да? Да Да я не могу себе такую херню позволить А он-то че У него есть кнопка лечь спать А у меня нет кнопки лечь спать Это что там было? Березка? Эхо, белые березки Заставляют меня задумываться, что я что-то где-то пропустил Ладно, закончилась Пока колдовал эту хрень для примера Для опытов Опа Золотой подсолнух Че пишут? Узри, нечто потрясающее Хорошо Бляхо А так-то заканчивать уже пора Опять крайне не попал Я тебе говорю Вот где-то я сверну не туда А все почему? Потому что сраная любознательность Мне интересно По-по-по-по-по-исследовать Да ты, блядь, издеваешься надо мной Блядь На хуй, у прицела еще на лапу нет В смысле? Ты определись, ты, сука, с огнём или ты с молнией. А, он определился, он тупо съебнул. То есть он пришёл, вломил меня, нехило так. И думаю, да ну нахуй. Нормально так. Путио. Еееееее, я это уже видел, подожди. Нехеру этому удивляться, это я уже видел, когда на подъёмнике поднялся. Не-не-не, меня этой хуетой не удивишь, это видел я всё. Так, система не работает, нет. Так, второе золотое семечко. ну да это просто получается еще один проходит что ли сюда и есть а чё дракон то слинял я же готов был с ним драться вот это все чё он слинял так я думаю вскрыть одну так я думаю вскрыть еще одну такую же возможно даже придется еще одну они нормально так быстрый марш бросок сюда наверх охренеть и сваливаем я понял что воду валять лодочник отстань от меня я понял что здесь мне пока что делать на самом деле нечего я сейчас объясню тебе почему потому что это плато альтус нам в любом случае сюда идти как ни крути нам сюда идти поэтому мы пойдем к башне рэнни согласимся на ее приключения а там уже когда пройдем тогда и пойдем на плато да да так что если интересно то обязательно подписывайся ждите в комментариях ставь лайк если понравилось большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и до новых игр до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok